Ну что ж, дорогие друзья, дошли у меня, наконец-то, руки потрогать этот ваш Дипрок Галактик. Разумеется, не вот этот, а тот, что Survivors. Честно говоря, изначальная позиция по этой игре у меня была чисто негативной. Мол, очередной вампир лайк с херовой тучей метапрогрессии, который выйдет чисто на том, что это игра по Дипроку и бла-бла-бла, бла-бла-бла. И по большому счёту, это действительно так. Я об этом всём обязательно расскажу, но прежде чем устраивать прожарку, я бы хотел разобрать и ряд положительных элементов, которых, как я считаю, жанру не достаёт. Поскольку вампиры по Дипроку оказались не только кэшграбом с гриндом, хоть и это тоже, но и попыткой развить жанр. Попыткой добавить в него что-то, помимо простого шароёбства по карте и расстреливания толпы гавриков. Но прежде чем начнём, немного полезностей для работяг. Если у вас есть трудности с пополнением и покупкой игр в Стиме, делюсь с вами простым и удобным сервисом под названием Купикот. Тут всё очень просто. Заходите, вбиваете свой логин в Стим, именно логин, а не никнейм, дальше сумму, на которую хотите пополнить и подтверждаете платёж. Пополнить, к слову, можно не только российский аккаунт, но и казахский. Просто выбираете тенге, а калькулятор внизу покажет, сколько это будет в рублях. Также на сайте есть раздел, где можно купить игры, недоступные в российском Стиме. Купленную игру пришлют прямо на ваш ру аккаунт, то есть мудохаться с другими регионами, зарубежными картами и так далее не придётся. Также, если зайти через ВК или Телеграм, то вы получите постоянный кэшбэк. А ещё прямо сейчас проходит конкурс Купилиард. За пополнение вы получаете купи-бонусы, которые можно разменять на билеты для участия в розыгрыше. В зависимости от вида билета, можно выиграть от 1000 рублей в Стиме, до Стимдека и даже видеокарты RTX 4080. В общем, кому интересно, присоединяйтесь, всё предельно интуитивно, платежи проходят быстро, а по моему промокоду KELIN, который можно ввести здесь, вы получите на 2% ниже комиссию и скидку 10% на покупку игр гифтом. Комиссия самая низкая на рынке. Ссылка и промокод в описании, пользуйтесь на здоровье. Ну а мы переходим к разбору. Первая фишка этой игры в том, что здесь ты не просто выживаешь условные 20 минут, рандомно шатаясь по карте. Здесь за один забег ты посещаешь несколько локаций, и на каждой локации у тебя есть какие-то задачи. Технически эти задачи не являются обязательными для завершения игры, однако с них ты, по сути, получаешь всю прокачку. И время пребывания на локации весьма ограничено, так что тебе нужно прикидывать, что ты хочешь делать, что ты успеешь, а на что лучше сразу забить. Список возможных целей довольно большой, разберём же их по порядку. Копать золото или красную руду. Эти ресурсы ты тратишь на закупку прокачки между стейджами. ХЗ, честно говоря, зачем это два разных ресурса, по сути тратятся они на один и тот же тип прокачки. Просто за золото покупается прокачка общая для всего, а за красную руду покупается прокачка конкретной пушки. Можно было бы сказать, что это намёк на билд через оверклоки, это такие мощные пассивки, которые ты получаешь по достижению определённых уровней пушек, но проблема в том, что золото и эта красная руда на карте примерно в равном соотношении и находятся примерно рядом. И поэтому ты собираешь оба ресурса разом и прокачиваешь всё разом. Так что разделение большого смысла не имеет, но не об этом речь. Anyway, следующий пак целей. Собирать грибы, копать специальную руду или какой-то другой рандомный допквест. Тут суть в том, что награду ты получишь только после того, как ты соберёшь энное количество чего-то. При этом это что-то само по себе ничего не даёт. И, соответственно, нужно решать, коммититься в это или же заняться чем-то другим. К примеру, ты можешь быть прокачан скорость копания, и тебе выгоднее потыкаться в голду, чем бегать с низким мувспидом искать собирать грибы, да? А может и наоборот. Дальше. Найти и зарядить соплай дроп. С него ты получишь пассивный перк, который склоняет твой плейстайл во что-то. Например, перк на шанс получения экспы при копании. Или перк на плюс максимальное хп при получении хилки. Дальше. Просто защищать мобов. С них ты получаешь опыт. За ловлап ты качаешь то же, что и за золото или красную руду. То есть это просто другой способ раскачки. Примечательный момент. В этой игре ты физически не можешь зачистить всю карту. Враги спауниться всегда, даже после убийства мини-босса и при переходе на следующий стейдж. Что, кстати, занятно. Ибо после убийства мини-босса у тебя есть ограниченное время, чтобы дойти до бурильной машинки и перейти дальше. Следующее. Копать руду для мета прокачки. Залупа, но тоже есть. И красный сахар. Отдельный вид руды, за счет которой ты хилишься. В общем, в забеге ты постоянно скаутишь территорию и смотришь, чем бы из этого заняться. Плюс нужно учитывать надвигающиеся толпы врагов. Пока ты копаешь, ты двигаешься медленнее, и тебя, соответственно, будут догонять, зажимать и так далее. Из минусов, на бумаге это различие кажется гораздо более важным, чем оно есть на самом деле. Виной тому довольно маленькие приросты с этих самых бонусов. То есть тут ты вряд ли сделаешь себе х2 скорость бега или супер мощную кирку, что действительно склонило бы твой забег в какую-то определенную деятельность. Да, чутка более желанные задачи тут есть, но в основном ты все еще делаешь то, что находится под рукой, поскольку это просто выгоднее. Вот если бы этот самый мувспид настолько сильно качался, что поиск грибов перевешивал бы по профиту зачистку всего остального, а по времени ты не успевал бы сделать и то, и то, или если бы копание можно было бы сделать настолько выгодным, что ты доджишь врагов и занимаешься исключительно копанием, тогда да, тогда имело бы смысл. А так, к сожалению, нет. В печали также ассортимент оружия. Дэмодж такой, дэмодж секой, дэмодж течением времени, и лишь какая-нибудь ледяная граната представляет отличную от остальных пушек функцию. Да и то по итогу сводится к дэмоджу. В игре с такой картой хотелось бы увидеть пушки с действительно разным функционалом. Какую-нибудь оглушающую турель, которую ты бы ставил в узкий проход и блокировал перемещение всей орды. Или, не знаю, какой-нибудь майнищий рой, чтобы пропушить себе быстро проход. А может и какой-то радар, который показывал бы расположение ништяков в большом радиусе. В общем, что-нибудь, кроме стреляет таким-то образом. Это не говоря уж о том, что среди пушек царит супер-жёсткий дисбаланс. Некоторые из них даже при полной прокачке вносят урона, как другие в начале. А модификаторы на прошивание целей, ввиду такой плотности монстров, сто крат эффективнее, чем всё остальное. Ну да ладно, едем дальше. Следующая фишка, которая стоит упоминания, это моменты, где можно отыграть красиво. Для такой игры здесь таких моментов на удивление много. Например, если за стеной из кучи камней идёт толпа мобов, а тебе нужно там пройти, то ты можешь закопаться в эту кучу камней, подождать, пока мобы обойдут и начнут приближаться к тебе, и уже потом копнуть сквозной проход. Таким образом, ты выйдешь без стычки с мобами, сэкономив хп и время. Или вот ещё такой момент. Когда ты заряжаешь зону сапплай дропа, при падении он убивает всех мобов в небольшой зоне. Соответственно, можно затаймить момент и легко убить большую пачку или даже элитного моба. Также некоторые мобы копают к тебе сквозь руду, и делают они это гораздо быстрее тебя. Это можно использовать, чтобы быстро копнуть какие-либо ресурсы. Просто встаёшь так, чтобы руда была между тобой и мобом, ждёшь, пока он раскопает необходимый кристалл, потом мансишь и забираешь ресурсы. Также есть взрывающиеся мобы, которые взрывают и врагов. Троп уже классический, но тем не менее тоже есть. И здесь можно получить даже цепную реакцию из взрывов, а потом быстро залутать тонну экспы. Вкупе с различными задачками получается, что ты можешь лутать руду, пока мобов мало, а потом убивать толпу через цепочку взрывов этих мобов. Хотелось бы, честно говоря, больше видов мобов, которых можно было как-то использовать. Какую-нибудь, не знаю, хреновину, которую можно накормить ресурсами, чтобы что-нибудь получить. Или наоборот, врага, который производит руду, но при этом сам по себе опасный. Чтобы создать какой-нибудь вот риск-ревард геймплей, да? Чтобы ты решал убить его, или рискнуть заформить побольше, например. В общем, идейно разгуляться тут можно с лихвой. Посмотрим, чего еще завезут за период раннего доступа. Что же касается гринда, его тут супер дохера, и дарк мета реализована самым мусорным образом, вот прям как на подбор. Начнем с пушек. В начале видео я упомянул, что у пушек есть оверклоки. Это сильные бонусы, которые падают раз в несколько уровней этого самого оружия. Но доступны они становятся только после того, как ты прокачаешь эту пушку до 12 уровня. То есть, чтобы сделать пушку полезной, ты сначала должен сделать очевидно невыгодное решение, и только в следующем забеге тебе начнут падать на нее оверклоки. А теперь вопрос. Хер с ним. Плюнул я на гордость, и вместо нормального забега решил открыть оверклоки на паре пушек. Хорошо, открыл. А теперь хочу ли я брать остальные пушки, где оверклоки еще не открыты, если можно взять те, что уже открыты? Разумеется, нет. Но делать это нужно, если хочется прогрессировать. Вот нахера так делать? Следующее решение – прокачка статов. Мало того, что это абсолютно унылая шляпа в духе плюс 2% к урону, мало того, что она затянута, так она еще и качается через отдельный вид руды, на которой нужно тратить время, тем самым теряя прокачку в забеге. И вот хрен с ней с перманентной прокачкой, да? Ну нравится кому-то вместо реального геймплея качать юзлы с циферки. Но так здесь оно еще и идет вразрез с тем, что нужно делать в забеге. Это вообще пиздец. И это даже никак не амортизируется. У руды, которая нужна для Даркметы, нет других применений. За прокачку пушек без оверклоков могли бы давать какой-нибудь дополнительный бонус к XP, например. Ну хоть что-то. В итоге вместо игры ты занимаешься тем, что открываешь себе игру. Слей забег в помойку, чтобы открыть оверклоки на пушке, слей забег, чтобы локация стала физически проходимой, а когда насливаешь и откроешь, то окажется, что и делать-то в игре нечего. Потому что никакого нового геймплея не появилось, а те крошки десижн-мейкинга, что были изначально, деградировали из-за перекача. Можно, конечно, эту игру рассматривать как Рог Легаси какой-нибудь. То есть как игру, где фарм — это сама цель. Но Рог Легаси не заставляет тебя засирать текущий забег в угоду будущих. Там ты и играешь, и качаешься, а не выбираешь сэндвич с говном или клизму. Похоронить забег в угоду эфемерного будущего, или тормозить будущее в математически тщетных попытках дожать забег с тем, что есть. Плюс ко всему, подход Рог Легаси работает, поскольку в процессе вот этого фарма ты играешь на тысячи разных персонажей, каждый из которых имеет какие-то свои фишки на замастерить. И этих фишек хватает на время раскачки. Плюс там то какие-нибудь платформинг-испытания появляются, то боссы, то интересные комбинации трейтов, то лорные записки пособирать, то еще что-то. В то время как в Дипроке ничего из этого практически нет, фишек мало, и они общие для любого персонажа. Да даже прокачка в Рог Легаси в сто раз интереснее, чем здесь. Там ты подбираешь броню, проходишь какие-то отдельно созданные комнаты с боями и так далее. Здесь же просто качаешь самые базовые циферки, вроде урона, скорости ходьбы и прироста опыта, и за прохождение открываешь подклассы, различия между которыми весьма полрублевые. В общем, не буду мусолить, скажу так. Думал, что игра совсем безыдейная залупа, но оказалось, что местами вполне себе самородок. Самородок сей, однако, тонет в тонне грязи в виде методов искусственно потянуть резину, и все хорошие идеи из-за этого не раскрываются в полной мере. И хоть для прохождения это такой себе джанкфуд, с точки зрения академического интереса, в игре много чего можно почерпнуть. И я считаю, что для жанра это все же шаг вперед, потому что, ну, слишком много вышло вампер лайков, где ты просто безумно бегаешь и просто месишь мобов. А карта при этом никак вообще не используется. Вроде автоматизировали атаку и освободили руки на другие задачи, а задачи дать забыли. Дипрок же эти задачи как раз дает, имеет какой-то намек на приоритеты и создает вокруг этого игровые ситуации, что не может не радовать. Причем я не зря акцентирую внимание на приоритетах и игровых ситуациях, поскольку это не первый вампер лайк с точками интереса на картах. К примеру, даже в тех же вампайр-сурвайверс по картам уже давно раскиданы мета-анлоки. То есть нужно дойти в какую-то конкретную точку, что-то там подобрать и откроется или пушка, или перс, или что-то еще. Но это, очевидно, никак на забег не работает. Ты просто вместо рандомного брожения один раз за все прохождение идешь в конкретную точку, и на этом все. В каком-нибудь тайм-вейстерс на локации располагаются планеты, которые делают разные штуки, вроде притяжения экспы, магазина и тому подобного. А за пределами центра расположены ресурсы, которые надо подбирать и к некоторым планетам подносить. Но это, опять-таки, не то, потому что здесь ты собираешь все подряд и прокликиваешь все штуки по кулдауну. И у тебя нет какого-то подгоняющего фактора, который заставил бы тебя выбирать что-то одно, а не все. Ведь забег в тайм-вейстерс целиком проходит на одной локации. В том же сформ-грайндер ты расчищаешь игровое поле, и можешь наткнуться на всякие апгрейды и прочие штуки. Но здесь ты заранее не знаешь, на что ты наткнешься. То есть у тебя есть только стрелочки, которые гласят, мол, там что-то есть. И ты просто туда идешь, но не знаешь зачем. И вот вампиры по дипроку, как будто бы единственный вампир-лайк, который в этом плане движется в правильном направлении. Мол, вот, на карте есть набор разных активностей, они дают разные штуки, а времени сделать все не хватит. Решай, чем лучше заняться. Единственное, не помешал бы больше радиус обзора, или, как уже упоминал, радар добавить какой-нибудь, чтобы ты мог дальше видеть, что где лежит, и проектировать от этого маршрут. Ну и сделать более смелые циферки бонусом, чтобы твои выборы имели больше импакт. Было бы интересно увидеть какой-то проект, который возьмет эти идеи, и разовьет их без помешанности на растягивании плейтайма самыми грязными методами. Ну и не будет выходить в ранний доступ, имея столь отвратный баланс, и мизерное фактическое количество контента. В этом направлении действительно есть большой потенциал, и целое поле непаханное идей. Так что, господа геймдизайнеры, берем на заметку и пилим next-gen вампирлайк. Но у меня на этом все, спасибо за просмотр, и если видео вам понравилось, буду рад вашей подписке на канал. Это очень важно для моего развития. Также вы можете поддержать канал спонсорской подпиской на пусть. Спонсоры первого тира получают ранний доступ к новым роликам, спонсоры второго доступ в тот самый клуб, где мы обсуждаем геймдизайн и разбираем игры в прямом эфире, а спонсоры третьего тира получают доступ к девлогу моей собственной игры. Пилю топ-даун рогалик на Годоте, и в этом месяце я решил перевести проект с 2D на 3D. Так что, кому интересно, почему, как все это происходило, и с какими трудностями я столкнулся, обо всем этом я писал в девлоге. Присоединяйтесь. Но у меня на этом все, спасибо за просмотр, и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok